Это новости. Меня зовут Лаура Жакупова. Здравствуйте. Верховный и главнокомандующий вооруженными силами страны Касамжомар Тукаев посетил учебный центр Спаск в Карагандинской области. Президент осмотрел полевой лагерь и ознакомился с организацией образовательного процесса. Здесь же главе государства показали выставку стрелкового оружия, образцы военной техники и различные технические средства. После чего Касамжомар Тукаев принял участие в торжественном открытии Республиканского военно-патриотического сбора молодежи Айбын-2019. Выступая перед юными армейцами, президент отметил важность проведения пятого юбилейного слета именно в год молодежи. Все усилия, которые сегодня предпринимаются в республике, направлены на подготовку Казахстана к будущему прорыву и созданию сильной страны. Напомню, на полигон Спаск в Карагандинскую область из разных уголков страны съехались порядка 700 юных армейцев. И уже завтра в Казахстане стартует единое национальное тестирование. Как сообщили накануне в Министерстве образования и науки, пройдет оно в 9 потоков и завершится в следующее воскресенье. В этом году главный экзамен страны будут сдавать свыше 117 тысяч школьников, ну или 72% выпускников. Формат ЕНТ остался прежним, но несколько новшеств все-таки были внесены. Подробнее о них расскажет Сабина Балашкина. 11 лет за школьной партой для Экрама Сайдалимова не прошли даром. За отличную учебу выпускника наградили отличительным знаком Алтынбельге. Впереди его, как и тысячи выпускников, ждет сдача единого национального тестирования. Экрам планирует поступить на грант в казахстанский ВУЗ. Мечтает стать дипломированным IT-специалистом. Выбрал я предмет физико-математику. Готовился где-то с сентября, ходил на разные дополнительные по физике, математике. Бруски подтягивал. Волнуюсь очень перед ЕНТ. Это волнительно будет, потому что от этого дальнейшее твое будущее здесь поступишь ты или нет. В этом году формат сдачи ЕНТ остался прежним, но все-таки несколько новшеств помощь поступающим появилась. Тестирование проводится четыре раза в год. Зимой, весной и два раза летом. Досрочно его могут сдать только те, кто планирует поступить в ВУЗ на платной основе. Что касается претендентов на грант, то у них есть всего лишь один шанс набрать необходимое количество баллов. Если у абитуриента есть сертификаты по IELTS или TOEFL, то они освобождаются от экзамена по этому предмету, если оно таковым является для той специальности, которую выбрал выпускник. Если выпускники колледжа этого года решили поступать, продолжить свою учебу по специальности, по ускорбленной форме обучения, но на платной основе, то они ЕНТ могут не сдавать. Участие в ЕНТ примут свыше 117 тысяч школьников. Больше половины из них намерены сдать главный экзамен на государственном языке. В этом году он пройдет на базе 169 пунктов. На каждом из них будут работать апелляционные комиссии. К слову, результаты ЕНТ абитуриенты могут обжаловать, подав заявление на следующий день. Принимать их будут до часу дня. На уровне республики создана республиканская апелляционная комиссия. Все эти апелляционные комиссии приказом уже созданы. Там сидят очень опытные, очень квалифицированные наши коллеги. Мы буквально недавно проводили с ним большую встречу, большие совещания. И тоже ориентировали на то, что надо объективно подходить к тому, как апеллируют и какие решения принимаются. Потому что вы знаете, что есть такие случаи, когда, ну скажем так, и даже в науке, да, по определенным датам, по определенным событиям, есть несколько, скажем так, сведений. Поэтому иногда наши дети приходят, доказывают, приносят соответствующий источник. В этом году база тестовых вопросов обновлена на треть. Составляли их опытные педагоги вузов и школ, заверил глава профильного ведомства. Результаты тестирования, возможно, будет получить по телеграм-каналу. Туда же можно написать о нарушениях, допущенных в ходе проведения ЕНТ. Сабина Балашкина, Агани Алшимбаев, Хабар-24. Государственные гранты будут распределяться по группам образовательных программ, а не по отдельным специальностям, как это было ранее. Это существенно увеличит шанс получить образование бесплатно. И еще одно нововведение – возможность получить балл сразу, не сдавая тестирование по иностранному языку при наличии сертификатов IELTS или TOEFL. Последние изменения касаются выпускников колледжа, которые теперь, чтобы зачислиться в ВОЗ, не будут сдавать комплексное тестирование. Этой категории абитуриентов достаточно будет пройти собеседование. Это введено, чтобы снять социальную напряженность. И таким образом высшее учебное заведение для каждого ребенка становится еще ближе. Более того, я хотел бы сказать, что если даже он четыре раза не сможет получить советные свои 50 баллов, он все равно будет зачислен условно в число студентов. И в следующем году, в январе месяце, он может сдать пятый раз ИНТ. Сдача главного экзамена страны, конечно, не обходится без переживаний детей и их родителей. Одни считают, что ИНТ – это решающий шаг в жизнь, другие ожидают от своих чат порой слишком высоких баллов. По мнению психолога Анны Кудеяровой, готовится к тестированию психологически. Нужно заранее и в любом случае важно поддерживать ребенка. Нужно готовить каждого выпускника терпеть поражение. Мы не можем в этой реальной жизни все время быть только победителями, только вверх, только вверх. Через тернии к звездам. Между тем, в России ЕГЭ завершился еще на прошлой неделе. До 1 июля остаются лишь резервные дни для сдачи предметов. В период основной волны единого государственного экзамена свыше 500 школьников были удалены из аудитории за различные нарушения. При этом на стрессовость жаловались не только ученики, но и учителя. О чем же в России спорят уже после тестирования в сюжете Даны Нуржан. Выпускная пора 2019 в России запомнится громкими историями о жертвах единого государственного экзамена. В Чебоксарах школьница скончалась во время прохождения экзаменов. Отказала сердце. А в Екатеринбурге лицеист покончил с собой перед экзаменом. Родители бьют в колокола. Дети не справляются с психологической нагрузкой. Согласно проведенному в России опросу, что около 70% школьников во время подготовки к ЕГЭ испытывают стресс. И почти каждый третий употребляет успокоительные средства. Высокие требования к сдаче ЕГЭ могут привести к стрессу и депрессии, с которыми подростку сложно справиться. Мы выявили вот такое вот, скажем, напряжение и большую психологическую хрупкость буквально в последние годы. То есть я могу сказать, что если говорить про минус 10 лет, этого близко не было. Да, и отношение восприятия и к ЕГЭ, и к нагрузкам, которые ребята встречали во время учебы, было совершенно иным. Усиление охраны, видеонаблюдение – все это элементы стресса. Однако на местах доходит до перегибов. Так, например, в одной из российских школ на период экзаменов сняли двери в туалетах, чтобы не списывали. Чиновники от образования считают, что тщательные проверки необходимы, чтобы обеспечить равные условия школьникам. А сами тестовые задания, по их мнению, не настолько сложны, чтобы вызвать стресс. Проблема в слабой подготовке школьников. При этом, по данным Рособранадзора, каждый пятый российский учитель не имеет достаточный уровень предметной подготовки для того, чтобы подготовить учеников к ЕГЭ. Родители вынуждены обращаться к частным репетиторам. По разным исследованиям, черный рынок репетиторства как такового насчитывает от 14 миллиардов до 20 миллиардов. Где-то, возможно, это объективные исследования, где-то нет. Но вот то исследование, которое проведено с помощью высшей школы экономики, мне кажется, очень близко к истине. Проводилось оно в 2016 году, где называлась цифра около 130 миллиардов рублей. Что больше всего вызывает, знаете, недоумение, тревоги и оттожение, когда учитель в школе ведет этот предмет, а после, там, вечером, да, за деньги натаскивает, не подберут другого слова до ЕГЭ. Чиновники от образования видят выход в усилении подготовки кадров на уровне педагогических вузов. Учителя, в свою очередь, говорят, что причина слабых результатов в плохо организованном процессе государственной итоговой аттестации. Она организована так, чтобы максимально создавать стрессовую ситуацию как для детей, так и для родителей, и так и для учителей. Помочь школьникам пережить экзамены – главная задача. В один голос заявляют школы, родители и чиновники. Для этого они предлагают улучшить условия для выпускников во время сдачи экзаменов и проводить психологическую подготовку до них. Дана Нуржан, Александр Любителев, Россия, Хабар, 24. Казахстан ратифицировал временное соглашение по торговле между ЕАЭС и Ираном. Это существенно расширит и укрепит рынки Казахстана и Исламской республики, считают эксперты. Документ позволит Тегерану предоставлять государству тарифные преференции по целому ряду товаров от кондитерских изделий до механического оборудования. В ответ же для Ирана будут снижены пошлины на продукты, текстиль, стройматериалы. Каковы перспективы существования такой вот зоны свободной торговли, расскажет моя коллега Юлия Гнатюк. Как написано в одном из передовых изданий Ирана, Казахстан подставил свое дружеское плечо в тяжелые для страны времена. Все дело в том, что Казахстан недавно ратифицировал временное соглашение по торговле между Евразес и Ираном. Документом предусмотрено снижение импортных пошлин с обеих сторон. Срок действия договора три года, а в силу он вступит уже менее чем через 60 дней. Пока соглашение носит временный характер, однако аналитики уверены, что это лишь формальность. Совсем скоро государства смогут создать единую и постоянную зону свободной торговли. Пусть и в тестовом режиме, но по льготным тарифам Тегеран снизит пошлины на 864 товарных наименования. Теперь на иранский рынок с дружественной скидкой Казахстан будет возить мясо говядины и баранины, бобовые культуры, растительное масло, макароны и кондитерские изделия, рельсы, аккумуляторы и арматуру. Все эти товары на сегодня занимают более половины текущего казахстанского экспорта. В свою очередь Нур-Султан и страны Евразийского экономического союза снизят импортные пошлины по 500 двум товарам. В большей степени это иранские фисташки, финики, инжир, изюм, креветки, а также посуда, бытовая химия и ковры. Самое важное, что это соглашение не игра в одни ворота. Оно выгодно всем – и Ирану, и Казахстану. Экономический плюс очевиден – это развитие рынка, укрепление отношений, а для нас еще и укрепление позиций. Когда с некоторых сторон на Иран оказывают необоснованное давление, бьющее по экономике страны, то особенно приятно, когда находятся поистине компетентные политики, понимающие, насколько Иран – хороший финансовый партнер. Впервые о выгодном договоре заговорили еще в прошлом году. В 2018-м в столице Казахстана на полях Астанинского экономического форума было подписано временное соглашение о зоне свободной торговли между Евразес и Ираном. Уже тогда эксперты разглядели перспективность подобного сотрудничества. По заявлению политиков, соглашение стало важным шагом не только в экономическом, но и в стратегическом плане. Если смотреть на ситуацию не только со стороны экономики и финансов, то сотрудничество поможет популяризировать наши товары – Казахстана и Ирана. Люди смогут знать, чем богат Иран, и, соответственно, у нас еще больше узнают о потенциале Казахстана. И второе – внешнеполитическая конъюнктура сблизит наше государство, поднимет уровень торговых отношений как с Казахстаном, так и с другими странами ЕАЭС. Объем взаимной торговли Казахстана с Ираном в прошлом году составил более 516 миллионов долларов. Из них 82,5% – это казахстанский экспорт в Иран. Основные экспортные товары – это ячмень, стальной прокат, семена рапса и баранина. Подобные показатели намекают не стоять на месте. Планируется, что в течение года после ратификации стороны начнут переговоры по уже постоянному соглашению о зоне свободной торговли. Юлия Агнатюк, Дмитрий Лукша и Махмуд Махмудий. Хабар-24, Иран. Алматы снова бьет рекорды по посещаемости туристов. Только за первые три месяца этого года Южную столицу посетили 90 тысяч иностранных туристов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года без малого – 50%. А за последние 15 лет это вообще самый лучший показатель. Даже во время проведения универсиады и азиатских игр не наблюдалось такого потока зарубежных гостей. Наряду с числом туристов в мегаполисе растет и количество отелей, хостелов. Повышается уровень сервиса. И как результат, местный бюджет пополнился почти на 7 миллиардов тенге. Городом ежегодно проводится более 50 международных мероприятий. Такие как Старов Азия, Алматы Марафон, Маунт Фест, Алматы Фэшн Фестиваль, Казахстан Фэшн Уик и другие. К примеру, на Алматы Марафон из 53 стран мира и 17 регионов Казахстана посетило более 17 тысяч участников, можно сказать даже туристов, которые пробежали и увидели все красоты города. Все вот эти мероприятия в совокупности приводят к мультиплиактивному эффекту привлечения туристов. Вместе с тем, акиматом города Алматы ведется широкомасштабная работа по продвижению в социальных сетях, Сегодня исполняется год со дня образования Туркестанской области. Регион стал одним из лидеров по привлечению инвестиций. Местные власти планируют построить современный горнолыжный курорт. Там можно будет проводить крупные международные соревнования. Сейчас в области реализуют сразу несколько масштабных проектов. Некоторые из них откроют уже в следующем году. Мой коллега Рауль Габитов расскажет подробнее. Ровно год прошел с того дня, как Туркестан получил статус областного центра. За это время город изменился до неузнаваемости. Сейчас здесь возводят аэропорт, стадион, парки и музеи. А в ближайшие месяцы планируется сдать в эксплуатацию 44 многоэтажных дома. Новые квартиры будут доступны по программе 7-20-25. К слову, на новом этапе развития не только областной центр, но и регион в целом. Порядка 200 проектов разрабатывается проектно-сметная документация. В основном это по инженерным сетям, потому что объекты строятся, инженерную инфраструктуру надо развивать. В том числе это обеспечение водой, газом, канализация, электричество. До конца года в Туркестанской области газифицируют 27 населенных пунктов. Местному бюджету это обойдется в 17 миллиардов тенге. Сейчас регион подключен к голубому топливу лишь на 46%. До 2021 года планируется по этой программе газифицировать еще дополнительно 90 населенных пунктов. Это будет порядка 56% населенных пунктов области газифицироваться и 78% населения. На эти цели примерно сейчас ориентирующиеся необходимые средства составляют около 40 миллиардов тенге. На ремонт дорог в одном только Туркестане выделено 7 миллиардов тенге. Всего реконструкции подлежат около 80 улиц. Работы уже начались. Сейчас рабочие расширяют главную проезжую часть города с 4 до 6 полос. Ремонт завершится осенью. Власти города обещают благоустроить полсотни улиц. На установку фонарных столбов и озеленения выделено 320 миллионов тенге. Для решения вопроса с пассажирскими перевозками в начале года транспортной компанией Туркестана было приобретено 16 новых автобусов. Еще 10 будет куплено в июле. А в конце года за счет областного бюджета планируется приобрести 30 автобусов. Отмечу, что сейчас горожан обслуживают 270 единиц пассажирского транспорта. Больше половины из них старые. Чтобы привлечь как можно больше туристов, в регионе намерены привести в порядок не только имеющиеся исторические памятники, но и построить новые объекты. В их числе Восточный базар и Центр паломничества. Рауль Габитов, Самат Нагашпекула, Ербулат Абишов, Хабар-24, Туркестан. Между тем, к строительству новых объектов в Туркестане привлекут молодежь. Студенты будут выполнять почти все виды работы. От малярных и штукатурных до укладки тротуарной плитки. Около 300 студентов отправились в областной центр из Шимкента. В ближайшие дни помогать строить детские сады, спортивные арены, школы, многоэтажные дома. Отправятся еще три сотни человек. В основном это учащиеся в строительных факультетах, будущие архитекторы, технологи. К слову, среди них немало есть и девушек. Трудиться они будут почти все лето и смогут прилично заработать. Я на архитектора учусь и увижу дело изнутри. Тот, кто умеет, то что будет более в таких продвинутых группах, которые уже будут заниматься кладкой непосредственно, может быть, какими-нибудь строительными делами, так скажем. А те, кто не умеет, будут, конечно, на подхвате, может быть, замесить что-то, штукатурка. Отечественные этнографы восстановили около 200 забытых рецептов казахской кухни. Изучением культурного наследия занимаются участники Сыро-Аркинской комплексной экспедиции. Она организована Национальным музеем Казахстана. В первую очередь ученые решили изучить жизнь аулов на севере страны. Из Петропавловска вместе с научными руководителями в путешествие по глубинкам отправились будущие историки и технологи пищевой промышленности. Им предстоит узнать особенности национальной кухни и найти способы приготовления редких блюд, которые в будущем могут стать главными кулинарными брендами региона. Самое интересное здесь сохранилась технология сталк. С помощью нее сохраняются полезные свойства мяса. То есть мы зафиксировали вот этот сам процесс в Алихановском районе. Помимо этого мы зафиксировали интересные блюда. Уэкпес, жау-журек, жау-бирек, мажима. Наша цель на сегодняшний день сохранить и зафиксировать то наследие, которое может исчезнуть. Фермер Карагандинской области Тлёгабыл Есенбеков обнародовал хранящуюся у него реликвию – седло, принадлежавшее Мадей Балеола. В 1921 году отрядом НКВД без суда и следствия известный Акын был расстрелян. Седло осталось в семье его помощника и кучера. Почти за сотню лет оно поменяло несколько владельцев. А когда раритет попал в руки нынешнего обладателя, от него оставались лишь некоторые детали. Фермер самостоятельно отреставрировал амуницию и теперь хранит с особым трепетом. Говорит, не против передать седло в музей. Если в музей ко мне обратятся, допустим, как положено, почему бы? Оно у меня дома, далеко в степи. Тем более это редкий, такое седло вообще-то редкое. Это называется аргн-казмой-нердит. Такими были новости к этому часу глазами моих коллег. На этом пока все. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин